Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Демина. Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями из жизни родного города. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурсы, выступления творческих коллективов города и приятные подарки. В честь праздника для работников торговли организовали развлекательную программу. Мы решили возобновить ту традицию, которая была заложена много лет назад, а именно чествование и праздник для всех работников торговли нашего города. Мы считаем, что это профессия, которая требует к себе уважения и внимания. Теперь об этих и других событиях подробнее. Разбитое крыльцо, прохудившаяся крыша, неисправный лифт. Проблем в многоэтажке по адресу улицы Ленина, 40А хватает. Неудивительно, что именно этот дом оказался в центре внимания участников утреннего выездного совещания. Вячеслав Гладков потребовал решить все проблемы как можно быстрее. Зареченцам должно быть комфортно в собственном доме. Крыльцо в доме 40А по улице Ленина для некоторых жильцов стало сложно преодолимым препятствием. Зинаида Андреевна каждый раз внимательно спускается по ступеням. Пенсионерка боится повторения истории. Однажды ей уже пришлось долго восстанавливаться после падения с лестницы. Я шла и упала. Все коленки расшибала, руку сломала, ключицу, зубы отлетели, зубы не вставляют. Операцию делали. Детишек страшно пускать. Это что? Мы не люди, что ли? Рассыпающееся крыльцо – первое, на что обратил внимание глава администрации Заречного Вячеслав Гладков на выездном совещании с руководителями муниципальных служб. Жители Ленина, 40А обращались с жалобами на некачественную работу обслуживающей компании. В доме необходимо выполнить косметический ремонт, устранить последствия протечек и заменить старые двери в местах общего пользования. Все претензии жильцов обоснованы. Подъезд с точки зрения протечек, ливневки, противопожарные системы все находятся в недовлетворительном состоянии. Это очевидно. Устранить все недостатки глава администрации поручил в ближайшее время. Кроме этого рекомендовал покрасить перила на общих балконах и поручил специалистам администрации инициировать замену лифта в доме. Подъемник новый, но его исправность под большим вопросом. Вообще не едет. Новый лифт не может поднять пять человек. Грузовой. Пять минут закрывается, пять минут открывается. Это вообще ужас какой-то. Едет такое ощущение, что сейчас начнет падать. Новый. Я считаю, что нужно подавать в суд на поставщика, на смену лифта. Это не лифт. Поднимайте все документы, вставляйте претензии, подавайте в суд. Выполнение всех запланированных работ по этому дому на контроле у главы городской администрации. В дом 40А по улице Ленина участники совещания вновь приедут через две недели. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Глава города Заречного будет исполнять свои полномочия на непостоянной основе. Такое решение об изменении в уставе города Заречного принято на публичных слушаниях и будет рассмотрено на ближайшей сессии собрания представителей. Эта формулировка «на непостоянной основе» подразумевает, что глава города не находится в штате и не получает заработную плату. Сегодня глава города может исполнять полномочия и на постоянной основе, и на непостоянной. Теперь на публичных слушаниях принят единственный вариант. Глава города выполняет свои полномочия на непостоянной или безвозмездной основе. Такая же схема выполнения полномочий главы города Пензы принята накануне и на публичных слушаниях в областном центре. Кроме того, на публичных слушаниях в Заречном был рассмотрен вопрос о полномочиях Департамента образования. Все изменения внесены для того, чтобы привести документ в соответствии с требованиями федерального закона. 28 июля, не дожив ровно один день до своего 97-летия, ушел из жизни почетный гражданин города Заречного, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель России Виктор Александрович Безруков. Свою жизнь Виктор Александрович посвятил педагогической деятельности. Более 40 лет проработал на этой стезе. Начинал трудовой путь в 1938 году учителем физики в Педагогическом училище народов Севера в Николаевске-на-Амуре. В 40-х годах прервал преподавание и отправился на фронт. Участвовал в Великой Отечественной и войне с Японией. После Виктор Безруков работал лектором Пензенского областного лекционного бюро, а с 1950 года преподавал физику в 14-й Пензенской школе. С сентября 1956 и до 1984 преподавал физику в средней школе номер 216 города Заречного. Награжден знаком Отличник народного просвещения Орденом Ленина. Всего же отмечен двумя орденами и 12-ю медалями. Виктор Александрович Безруков активно участвовал в жизни города. Избирался депутатом горсовета четырех созывов. Жизненный путь Виктора Александровича – это достойный пример преданности избранной профессии, самоотверженного труда, активной гражданской позиции и любви к своему городу. Память о нем навсегда сохранится в сердцах зареченцев. Возможность участия зареченских предприятий приборостроительного кластера в выполнении оборонных заказов обсудил с представителями этого некоммерческого партнерства первый заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Волков. Встреча за круглым столом прошла в бизнес-инкубаторе «Импульс». Обращаясь к представителям руководства приборостроительных компаний «Заречного», Владимир Волков отметил, что задачи по оборонному заказу на ближайшие годы четко сформулированы, определено финансирование. Первый зампред областного правительства подчеркнул, что региональные власти готовы помочь предприятиям малого и среднего бизнеса не упустить возможность поучаствовать в выполнении оборонных заказов, показать свой опыт и наработки и фактически сформировать таким образом свое будущее. Участники встречи наметили шаги по обмену информацией и определили несколько направлений, по которым необходима помощь. Это возможность кооперации крупных игроков на рынке оборонного заказа Пензенской области с этими компаниями. Компаниями, будем говорить, малого и среднего бизнеса, но работающие в отраслях приборостроения. Это одно направление. Второе направление. Это направление связанное с презентацией возможностей приборостроительного кластера не в Пензе, а в городах, где представители приборостроительного кластера знают, что возможен интерес, возможен рынок. Наметились определенные пути, то есть определенные точки соприкосновения с заказчиками. Есть определенные договоренности о встрече. Было бы интересно получить заказ, наверное, на определенную продукцию, то есть какие-то законченные блоки, части, элементы, приборов, чтобы попробовать воспроизвести и сделать эту продукцию. Заречный отметил день военно-морского флота. Наш город со всех сторон окружен сушей, но свой выход в море у нас все же есть. Корабли Заречный и Михаил Проценко бороздят просторы Балтики. Делегация оттуда прибудет в город завтра. Зареченцы служили и служат на флоте, поэтому этот праздник мы по праву считаем своим. Наши ребята охраняют морские рубежи на Балтийском, Черноморском и Северном флотах. Более 500 зареченцев уже отслужили, но не перестали любить море. Бравые моряки собрались накануне у обелиска Победы, вспоминали годы службы, боевых товарищей, принимали официальные поздравления. На этом праздник в честь дня военно-морского флота в Заречном не закончился. После торжественной части морское братство переместилось на берег пруда в зоне отдыха Лесная. На море, конечно, самый крупный водоем города не похож, но для того, чтобы сварить традиционную уху и спеть пару песен под гитару у костра вполне подходит. Заречный, конечно, не морской город, но и над ним можно хотя бы раз в году поднять Андреевский флаг. Повод соответствующий – День военно-морского флота. В Заречном немало тех, у кого самые теплые и яркие воспоминания связаны со службой на флоте. Воспоминания о службе, естественно, разные. И серьезные, и веселые. Естественно, вспоминается абсолютно все. И перевод в карася и так далее. Ну, эмоции все время положительные. Первый выход в море – это невозможно описать эти эмоции. Когда земля далеко, и понимаешь, что вот именно в море корабль – это как один организм. И от каждого зависит, собственно, все. Целый год уже ждал, ждал этого праздника, и наконец-то вот уже настал. Это самый лучший праздник, лучший, мне кажется, любого праздника, даже дня рождения. Просто вот в этот момент ты понимаешь, насколько вот… Ну, все, не зря было. Сейчас все так это вспоминается, да, конечно, поначалу, как и везде, было сложно довольно-таки, да, там, пока привыкнешь к всему этому, пока будешь, а потом, вроде, целый год ждешь-ждешь дембеля, а когда выходишь с корабля уже, гражданки, когда играют в вращении славянки, что-то и прямо не хочется уходить на самом деле. Теперь военную форму надевать приходится только раз в году. Ни одна встреча бравых моряков не обходится без традиционных забав – проверки знаний морской терминологии, состязаний в силе, ловкости и меткости. На этот раз в бою сошлись моряки Северного и Балтийского флотов – «Варяг против спортсменов». Выявить, где готовят самых сильных и стойких бойцов, оказалось не так просто. Одни были шустрее и смекалистее, другие – сильнее и настойчивее. «Раз, раз, 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 два, раз, 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 два, 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 раз, т.д. Томанда спортсмены! Аммунирует!» По итогам в лидеры вышел «Варяг», хотя в конце состязаний на результаты уже никто не смотрел. Как признались моряки, им незачем соревноваться и нечего делить. Все они – члены одного большого братства. Они все как один готовы сорваться с места, если родина позовет. А пока сидят на берегу, поют у костра и смотрят вдаль, вспоминая свои армейские годы. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Еще одну знаменательную дату отмечали в эти выходные в Заречном – День работника торговли. Первый магазин на территории закрытого города открылся еще 60 лет назад. Сейчас в Заречном свыше 100 торговых точек. Трудятся там преимущественно люди, которые ставят комфорт и удобство других выше своих собственных. Среди них и ветераны, которые работают в торговле не первый год, и новички, которые только начинают знакомиться с профессией. Все они принимали поздравления в Центральном парке культуры и отдыха Заречья. Елена Боброва в сфере торговли трудится восьмой год. Она специалист по кадрам комбината школьного питания. За добросовестный труд у нее уже есть грамоты и дипломы, но почетную грамоту главы администрации Заречного она получила впервые. Столь высокую награду девушка получила в день профессионального праздника. К своей работе Елена относится с увлечением. Она знает всех сотрудников комбината, их 240 человек. Ее обязанность – оформление и ведение трудовых книжек, а также подготовка документов для поощрения лучших работников. Профессия интересная очень, нравится, потому что общаюсь с людьми, каждый день новые встречи, в основном, потому что все это. И вообще работа с людьми всегда интересная. Этим мне нравится. В день профессионального праздника почетные грамоты, благодарственные письма главы администрации Заречного вместе с Еленой получили еще десятки работников торговли и сферы обслуживания. Так масштабно день торговли в Заречном будут праздновать каждый год. Мы решили возобновить ту традицию, которая была заложена много лет назад, а именно чествование и праздник для всех работников торговли нашего города. Мы считаем, что это профессия, которая требует к себе уважения и внимания. В профессиональный праздник организаторы провели конкурс мастерства. К участию пригласили всех работников сферы обслуживания Заречного. Решились на публичные выступления 9 представительниц учреждений торговли. Здесь участвовали, что очень мне понравилось, то, что участвовали как и опытные работники торговли, так и были девушки, которые буквально несколько месяцев работают всего продавцами. С азартом подошли участники. Уже в первом конкурсном испытании «Букет» участницы заявили о серьезном намерении победить. Выбрать лучшую цветочную композицию оказалось непросто, а дальше стало еще сложнее. С нелегкими заданиями – представить свой магазин, понять из рассказов малышей о каком товаре идет речь и вспомнить по началу музыкальной композиции предмет одежды, который упоминается в песне. Участницы справлялись на отлично. Иначе и быть не могло. На сцене собрались самые яркие, творческие и креативные представительницы торговых точек. Как самые активные нас выбрали, вот Женя и Лаптевый нас выбрали, мы даже не отказывались, мы «я, я, я» и пошли сразу. Не сложно, было весело, очень весело. Такая вот, как это, после работы, снять напряжение после работы. Кристина Фрольцева на конкурсе завоевала мисс трудолюбивость. Жюри решила не выделять одну победительницу, а отметить каждую участницу. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». После небольшого перерыва на отдых, ведомники торжества вернулись к своей работе. По-другому нельзя, рыночные отношения – штука непростая. Как развивается торговая сфера в «Заречном» – об этом мы узнаем из первых уст. К нам в студию придет начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг городской администрации Дмитрий Кулагин. С ним мы встретимся сразу после информационного блока, а пока к другим темам. Шумно и весело было и во дворе на Братской, и на этой улице настал праздник двора. Хорошее настроение зареченцам в награду за их кропотливый труд и бережное отношение к родному городу. Благодаря стараниям горожан двор расцвел и засиял. В этом лично убедилась Маргарита Кадацкая. Праздник двора пришел к старожилам нашего города – домам по улице Братской. Глядя на цветущие клумбы и ухоженные кустики, понимаешь, что местные жители могут гордиться не только историчностью района. Наш город очень красивый, и мы, конечно, хотим тоже, чтобы в нашем дворе был тоже красивый. Единственное, что просьба к администрации нашего города, чтобы бордюр, по крайней мере, сделали. Вот это наша просьба. А остальное то, что цветочки, мы всегда поддержим. Разбитыми бордюрами проблемы старого двора не ограничиваются. Поэтому праздник для этих людей не просто повод повеселиться. Скорее реальный шанс обратиться к главе города со всеми своими просьбами и чаяниями. Жители не просто готовы, они требуют диалога. Поэтому мы стараемся успеть, но не просто поговорить. Конечно, стараемся отранжировать те проблемы, которые нужно решать в первую очередь, которые несут с собой большую угрозу. Отсутствие воды для полива, конечно, не самая страшная беда. И справляться с ней жители научились, используя народную смекалку и начальные технические знания. Для Риммы Степановны Замурзаевой каждая капля живительной влаги для любимых цветочков – на вес золота. Пенсионерка придумала целую поливочную систему. Все для того, чтобы ее клумбы сохранили красоту под знойными летними лучами. В ванной присоединяю, прям завязываю шланг, спускаюсь сюда вниз, включаю воду и поливаю. У меня щечки, ну а шутки, мне их жалко в цветочки, и я вот поливаю. Когда польешь, вы представляете, какая благоухая цветы мои, если бы вы это видели. Жители этого двора уверены – красоту нужно создавать своими руками. Но почему-то еще находятся люди, считающие, что кто-то должен сделать их дворы чистыми, а клумбы – цветущими. Не сделают, пока сами жители не начнут уважать место, где они живут. А городская власть обязательно поддержит и поможет, когда увидит, что домовладельцам действительно не все равно. Я надеюсь, как всегда говорил и говорю, что общим усилием, общим пониманием того, что мы делаем, нам удастся решить все проблемы, какие бы они трудными ни были. А пока конкурс дворовых инициатив продолжается. И завтра снова жители Заречного на реальном примере смогут показать, что значит любить и оберегать свой родной город. Маргарита Кадацкая, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Мы прервемся на рекламу, а сразу после нее встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Не пропустите снижение цен в аптеках, поддерживающих дисконтную систему «Имплозия». Крион 10 тысяч, упаковка 20 капсул, всего 237 рублей. Линекс, упаковка 16 капсул, всего 199 рублей. Скидки по дисконтным картам сохраняются. Веллнес-студия «Слим-клуб» теперь и в Заречном. Это клуб легкого фитнеса и коррекции фигуры. Только для женщин. Обрести фигуру своей мечты вам помогут веллнес-тренажеры. Никаких физических усилий. Отдыхайте и теряйте килограммы. Без усилий и диет станет стройным силуэт. «Слим-клуб». Телефон 74 11 13. Чайная симфония 5 лет. Все это время мы стараемся ближе познакомить вас с уникальным и древнейшим видом искусства чайпития. Мы ценим ваше доверие и делаем все, чтобы наша продукция дарила удовольствие и здоровье вам и вашим близким. 1 августа приглашаем всех ценителей чая и кофе на наш день рождения. Каждого покупателя ждут призы и подарки. Чайная симфония. Город Заречный, торговый центр «Универмаг», нулевой этаж. Город Пенза, торговый центр «Суворовский», первый этаж. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. А наши цены ушли в отпуск. Только в июле и августе. Скидка 30%. На размещение рекламы на телевидении, радио, мониторах городских автобусов и в интернете. Спешите! Телефон отдела рекламы 607041. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Новости Заречного снова в эфире. Напоминаю, что сегодня мы говорим о прошедшем празднике, Дне работника торговли и, собственно, о том, как эта сфера развивается в Заречном. У нас в гостях начальник отдела городской администрации Дмитрий Кулагин. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, Слава. Ну, в начале о празднике. Что это за праздник, откуда он пошел и в чем его, скажем так, значение? Праздник уходит своими корнями в далекий 66-й год, когда Президиуму Верховного Совета СССР учредил праздник День работников торговли, бытового обслуживания и сферы жилищно-коммунального хозяйства. До 88-го года этот праздник празднулся каждое 4-е воскресенье июля, после чего в 88-м году правительство решило внести изменения в законодательство о праздниках и перенесло его на 3-е воскресенье мая. И вот в 2013 году Президентством Российской Федерации был подписан указ, указ очень короткий, состоит из двух строчек. В первой сказано, что День работников торговли праздновать каждую 4-ю субботу июля. И, собственно, вот и все. Теперь мы его празднуем по этой дате. Да, то есть изначальная дата как бы восстановилась, то есть теперь мы опять его празднуем летом в более удобное время. И надо сказать, что основная масса работников торговли, которые уже привыкли и давно работают, они продолжали по старой памяти его праздновать именно в июле, но и еще и в мае. То есть как бы было два праздника. Ну и какие традиции в Заречном связаны с этим праздником? Как в Заречном его когда-то праздновали? Как празднует сейчас День работника торговли? Ну, так как новая дата была утверждена только в прошлом году, да, в этом году мы решили его отметить, вспомнив былые традиции, поскольку 60 лет назад в городе Заречном был открыт первый промторг, был сформирован отдел торгового снабжения, простите, Пензенского приборостроительного завода. Очень большой штат был сотрудников, очень развита была в Заречном всегда торговля. Праздник праздновался очень активно, об этом свидетельствует как раз вот выставка, которую мы на Дне работников торговли в эту субботу в городском парке в Центральном открывали. Открывали как раз, были приглашены очень много ветеранов, которые как раз был повод вспомнить о том, как это было в свои годы. И вот мы теперь возрождаем эту традицию, поскольку лето, и нужно воспользоваться этой возможностью и праздновать, как полагает. То есть такие торжества в Центральном парке, они войдут в традицию уже, станут традиционными? То есть начало положено? Я надеюсь, что войдут обязательно. Дмитрий, ну и поговорили о празднике, сфера торговли все-таки такая большая, очень большой такой пласт. Насколько успешно он в Заречном развивается? То есть сегодня о чем можно сказать вот об этой сфере? Насколько она развита в закрытом городе? И насколько сложно ее вот развить в таком городе, как Заречный? Торговля, могу с уверенностью сказать, одна из наиболее развитых отраслей экономики. То есть она по обороту одна из самых крупных. Очень много занято персонала в ней, более 110 точек торговых в Заречном. И по всем показателям мы приближаемся к областному центру и не уступаем ничем другим закрытым городам, а во многом их превосходим. Поэтому вот феномен такой, что в Заречном торговле как раз развита и ежегодно продолжает развиваться. Открываются новые торговые точки, люди пробуют. Но до сих пор открывается торговых точек больше, чем их закрывается. Ну как думаете, с чем связан вот этот феномен? Почему в Заречном торговля так процветает по сравнению с другими закрытыми, может быть, городами? Не могу точно сказать, почему именно у нас, почему именно так. Хотя, казалось бы, очень близко областной центр. Людям за многими продуктами, товарами проще доехать там, где больше ассортимент, больше товаропоток, больше магазинов. Они более крупные, более, может быть, брендовые. Но в Заречном, по крайней мере, представлены, наверное, все товары и услуги, первые необходимости. То есть за которыми нет нужды далеко ехать и выбирать. Ну а приходится ли сталкиваться с какими-то проблемами работникам сферы торговли и вообще в развитии именно торговли в Заречном, в закрытом городе? Потому что появляется больше новых торговых точек, растет конкуренция. Вот это, наверное, одна из проблем. Какие есть еще и как с ними справляются? Да, Светлана, проблем у работников в торговле и вообще в сфере торговли у наших зареченских предпринимателей очень много. Я вот начну их попробую перечислять, если все можно проговорить. То есть, естественно, в городе Заречном ограниченное количество жителей. Если каждый может выехать отсюда, то въехать дополнительное количество жителей сюда не может. Поэтому клиент ограничен. То есть это первое ограничение. Второе ограничение нынешнее законодательство таково, что нет возможности блокировать каким-то образом заезжие сети. И если они делают все в рамках законодательства, проходят проверки, заявляются как положено, то рано или поздно они все равно заходят. Что является безусловным минусом для наших зареченских предпринимателей. Потому что конкурировать с торговыми сетями, с их оборотом, с их минимизацией издержек, с их менеджментом высококачественным очень сложно. Конечно, ситуация такая. Непростая. Да, непростая. Ну и как наши зареченские предприниматели из нее выходят? Какие пути находят и насколько успешны? Здесь, наверное, люди идут по пути завоевания своего потребителя. И поскольку они здесь живут, они также жители, они лучше знают своего клиента, они с ним живут в одном доме, в соседнем подъезде. Они вынуждены быть более внимательными к покупателям, более вежливыми. Очень много жалоб сейчас на отсутствие или недостаток какого-то персонала, поскольку вежливого, ответственного продавца очень сложно сейчас найти. Тем более в нашем закрытом городе, где очень много людей выезжают за поиском работы. Но стараются и мотивируют персонал предпринимателей, зачастую очень достойно находят выхода из ситуации. Ну а кроме, это я так думаю, можно отнести к одной из отличительных черт торговой сферы и в закрытом городе. Есть ли еще какие-то особенности, которые присущи только нам в торговой сфере? Сложно сказать. Наверное, живу сам в Пензе и могу сказать, что общепит в Заречном очень вкусный. Мне гораздо больше нравится. И есть также любимые магазины, которые по сравнению с пензенскими я с большим удовольствием посещаю. То есть Зареченская торговля все-таки завоевывает? Да, она именно своим внимательным отношением к клиенту, поскольку она вынуждена выявлять его характеристики, его понимать, знать и привозить ему именно то, что ему нужно. Искать какие-то новые варианты, решения как раз на празднике. Мы постоянно на городских праздниках организовываем общественное питание. И помимо традиционного шашлыка, сладкой ваты, мороженого, сейчас начинают появляться новые виды продуктов общественного питания. Сейчас такие хот-доги, современные наггетсы, что-то там еще люди придумывают, борются за клиента. Я думаю, что эта сфера очень перспективная, будет развиваться. Мы планируем сейчас внедрять и развивать летнюю торговлю. То есть очень много планов. Спасибо большое. Будем надеяться, что сфера торговли в Заречном будет продолжать так же успешно развиваться. Спасибо. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Только до 1 августа. Суперцена. Окно под ключ. Всего за 7999 рублей. Отлив подоконник. Внутренние откосы. Беспроцентная рассрочка. Честная гарантия – 5 лет. Телефон 232-232. В компании «Ремстрой». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!